Войнослужащие Узбекистана Войнослужащие Узбекистана Войнослужащие Узбекистана Войнослужащие Узбекистана Войнослужащие Узбекистана Войнослужащие Узбекистана Я призываю, надо решить мирным путем Сесть за стол переговоров И вести переговоры И решить такие вопросы Спорные земли есть как на Кыргызской, так и на Узбекской территории Поэтому единственный путь к решению Приграничных споров – это переговоры По словам экспертов, есть наработки, которые Подготовлены еще во времена Союза Но только пока стороны не могут найти общий язык Спор по 60 участкам недеримитированных земель Продолжается уже больше 15 лет Хотя решить его можно было бы За одну встречу на высшем уровне Если руководство государств Вдруг решит встретиться И обсуждать только этот вопрос И перед этим эксперты подготовят им Приемлемые для обеих сторон предложения То решение может быть очень быстрым Потому что специалисты с обеих сторон Именно специалисты, которые занимаются этими вопросами Они готовы для решения этого вопроса А если не будет такой воли политической И если политическое руководство Не примет какое-то решение То это может продолжаться бесконечно долго И все будут сопровождаться вот такими вот противостояниями То в одном, то в другом месте нашей границы Однако пока узбекская сторона на такие переговоры не идет Для решения приграничных споров Кыргызстан обратился в ОДКБ Сегодня в Москве ситуация на кыргызско-узбекской границе Обсуждается официальными представителями стран-участниц Игорь Потанин, Манас Бакешев, НТС